Младенцы в качестве вещественных доказательств факты продажи новорождённых всё чаще регистрируются в полиции. С начала года три таких случая выявлено в Жамбулской области. Все участники сделки, продавцы и покупатели детей, сегодня находятся под следствием в качестве обвиняемых. Русам Умаров о страшном бизнесе. Если вы подозреваетесь в продаже ребёнка, значит, добровольно вы дадите деньги или нет? Три факта продажи детей в Жамбулской области с начала нынешнего года. В частном родильном доме в селе Гродниково полицейские давно уже стали, если нежеланными, то частыми гостями. Первый визит у боповцев в медучреждение состоялся 17 марта. В момент продажи ребёнка и получения денег в сумме 6 тысяч долларов США, с поличным в сети полицейских попадает директор дома ребёнка Умыт и её заместитель. За сколько купили вы его? Это преступление считается особо тяжким преступлением. И наказание в виде по первой части, учитывая, если касаясь первой части данной статьи, срок составляет от 5 до 7 лет лишения свободы с конфиксацией имущества. Задержанные на допросе полностью дали признательные показания. Не отрицают тот факт, действительно, продажи ребёнка. Поэтому сейчас, в данный момент, они арестованы. Мать проданного новорождённого пояснила следователям, что оставила его в роддоме в связи с тяжёлым семейным положением. А о том, что её ребёнка могут продать, даже и не догадывалась. Хотя вряд ли в тот момент её интересовала судьба собственного чада. У неё двое детей. Это третий ребёнок был. Боится, что не может обеспечить. Из-за этого она побоялась. Одинокая женщина. Потом, после нашего разоблачения преступления, она обратно взялась ребёнка. Чуть позже за пособничество в совершении продажи ребёнка возбуждает уголовные дела в отношении главного врача и заведующей гинекологическим отделением медцентра СНМ, а также её коллеги из 4-й городской поликлиники. Круг подозреваемых расширяется. Был установлен второй факт продажи ребёнка, имевший место в медицинском центре СНМ, которое имело место 15 марта 2011 года, где главврач данного медицинского центра передала своей знакомой ребёнка женского пола и предоставила ей фиктивные медицинские документы, по которым в будущем, в последующем мать, которая приобрела, получила свидетельство о рождении по этим фиктивным документам. Ребёнок в ходе следственно-оперативных мероприятий был изъят и помещен в детский дом. Дар поступил, ребёнок в нормальном состоянии. Следователь привёз. Мы не в курсе. В конце мая полицейский раскрывает факт продажи ребёнка, совершённый в начале нынешнего года. На этот раз поправить своё материальное положение решила акушерка областного перинатального центра. Цена живого товара – 3000 американских долларов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий «Стоп-трафик» с сотрудниками правления по борьбе с организованной преступностью ДВД Жамбулской области выявлен, установлен новый факт продажи новорождённого акушером перинатального центра имени Кинена Зербаева. Как стало известно, на момент сделки уже были подготовлены фиктивные документы на имена новых родителей. И опять же, все необходимые бумаги предоставляет медицинский центр «Сеным». В настоящее время все руководство этого учреждения числится в списке подозреваемых. Ведётся следствие. Бедного продажи ребёнка, ничего не было, у нас акушерки все на месте. Как выяснилось, руководитель перинатального центра даже и не знает о том, что одна из её подчинённых продаёт детей отказников. В настоящее время все фигуранты заключены под стражу. Сами покупатели проходят в роли свидетелей. Они говорят, что на этот шаг их толкнули бюрократические проволочки. Каждый из них хотел ускорить процесс. Отсюда и размеры вознаграждений. Кому 45 им уже не дают на усыновление. Из-за этого им приходится... Ну, там нюансы есть. Из-за этого они приобретают вот таким незаконным путём. Ну, как они объясняли. Этот факт не только для сотрудников полиции привёл в шок, а этот факт вообще привёл всех людей, я думаю. Почему? Потому что это дети. Дальнейшая судьба их будет потом неизвестна. Как дальше этот ребёнок будет? Что будет с ним дальше? Поэтому я думаю, что это очень вопиющий случай. Продать ребёнка гораздо проще, говорят специалисты. Ведь у него нет жизненного опыта, и он не может отстаивать свои права. А иногда вообще не понимает, что происходит. Чаще всего детей продаёт не кто-то посторонний, а собственные родители. Причин такого поступка может быть несколько. Очень плохое финансовое положение, невозможность прокормить малыша, или же просто желание позаработать. У покупателей тоже свои мотивы. Кто-то приобретает детей, не имея своих собственных. Кто-то для того, чтобы затем продать их органы тем, кому они жизненно необходимы. Другие же зарабатывают на купленных детях. Какие причины преследовали покупатели и продавцы в Жамбулской области, сегодня устанавливают следствия. Возможно, немного позже всплывут и другие, не менее интересные факты в этом деле. Рустам Умаров, Ербол Кокимбаев, Сергей Болтанов. Специально для программы «Апта КИЗ» из Жамбулской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова